Маленький мини-фильм Маленький мини-фильм Маленький мини-фильм Маленький мини-фильм Маленький мини-фильм в Германию, Нидерланды, Австрию, Швейцарию и США. В Москве первый фирменный магазин «Финфлэр» открывается в 2003 году. Уже через год президентом и единственным владельцем компании становится Ксения Рясова. Еще раз всем добрый день. В этом фильме немножко проскочили. Компания «Финфлэр» начала продаваться в СССР с 1974 года. В этом году, вот сейчас, мы отмечаем 50-летие продаж на территории России. Спасибо. У нас идет «Эдвент календарь». Очень много всяких активностей в рознице. Приходите и онлайн тоже. Будем вам рады. А в следующем году компания «Финфлэр» будет отмечать 60 лет своей деятельности. В 1966 году был заинфстрирован бренд «Финфлэр». «Флэр» с английского переводится как «вспышка, яркость, креатив». И мы стараемся в этой парадигме двигаться дальше. Но я, насколько понимаю, здесь сидят молодые предприниматели. Поэтому я построила мою презентацию немножечко в этом ключе. То есть для предпринимателей. Я думаю, что я взрослее многих, даже, наверное, чуть ли не всех, кто здесь присутствует. Поэтому я могу с высоты своего опыта и возраста поделиться своими соображениями, что же нужно молодому предпринимателю для того, чтобы построить успешный бизнес. Вот здесь вот Ил-86, который летал по маршруту Москва-Хошнинин. У нас было пять остановок. Москва, Ташкент, Карач, Калькутта, Ханой-Хошнинин. Я не помню, с Ханой и Беск. И он летел дитком. Там не было ни одного свободного места. Челноки. Где они все? Куда они делись? Я знаю буквально двух человек из этого самолета, кто действительно продолжил бизнес, какой-то путь. И превратил вот это челночество в какой-то бизнес. И специально для Амаков я задумалась, а что же сделало меня и вот этих людей бизнесменами, какой был прыжок через пропасть, сделан для того, чтобы мы оказались там, где мы оказались, а остальные остались в этом замечательном Ил-86. И мой ответ – это было IT-технологии. Мы буквально в 90-х годах написали программу. И вели в ней учет. В то время, как остальные ребята из самолета, они вели учет в тетрадочках. Когда ты ведешь учет в компьютерной программе, ты можешь посчитать оборачиваемость, ты можешь посмотреть другую какую-то аналитику, она уже устраивается. И мой посыл к вам сегодня, что обязательно надо концентрироваться на автоматизации, на IT-технологиях. Здесь я сейчас расскажу о том, какие IT-технологии использует компания Finflare. У нас очень серьезная PLM-система. Она американская. Слава богу, нам удалось сделать так, чтобы она работала, продолжала. Кроме того, мы покупаем информацию в ВГСН. Это мировой трендсеттер. Это программа, которая показывает тренды, которые будут в фэшн-индустрии. В ВГСН нам пользуются и высокие марки, люксовые, как Тупрада и Ежесними, так и от компании Finflare и многие-многие-многие другие. Также мы используем искусственный интеллект Marjorne. Это программа, которая нашим дизайнерам позволяет посмотреть, как будут выглядеть изделия, которые они создали виртуально. Посмотреть, как движется ткань. Вдохновиться. Извините, я перепутала. Это 3D-клоу. А Marjorne нам им позволяет вдохновляться какими-то идеями. То есть искусственный интеллект пока что не может создавать такую замечательную одежду, как создают дизайнеры. Но можно ему задавать какие-то параметры. Он что-то креативит. Ты за этим смотришь, и потом уже люди создают продукты. Кроме того, очень много технологий у нас используется на складе. Уже порядка 10 лет все 100% нашей продукции эрфидированы. То есть это при помощи терминала сбора данных можно делать быстрой инвентаризации. Очень быстро идет приемка товара. Буквально за полчаса мы принимаем 40-бутовый контейнер благодаря эрфид-меткам. Ну и все это работает, естественно, при помощи ВМС-системы управления складами. Также мы используем очень много технологий всевозможных в аналитике и продаже. У нас есть собственные разработки. И всевозможные компании. Мы покупаем программы у разных компаний. Это тоже подбегает нас вперед. Особенно хочу отметить чат GPT. Я знаю, что молодое поколение очень активно этим пользуется. Поколение постарше. А у нас в офисе очень много людей, тех, кому до 30, и очень много тех, кому уже больше, чем 45. Те, кому больше 45, им сложно поприняться в эти новые технологии. И у нас наши артистники сделали вот такое одно окно, где уже все проведено, проведена инструкция, где очень просто можно проконсультироваться с чатом GPT. А вот эта картинка замечательная, она создана при помощи искусственного интеллекта. Потому что, когда приходит зимняя коллекция, снега нигде нет, честно вам скажу. Даже в южном полушарии его нет. И поэтому мы воспользовались искусственным интеллектом и создали такую замечательную фотографию. Вот. Поскольку здесь находятся предприниматели молодые, я бы хотела рассказать про такую программу, как Franchising Free Flare. Мы много лет, в 90-х, в начале 2000-х развивались при помощи франчайзинга. Потом мы исключительно развивали собственную розницу, но у нас осталось порядка 25 магазинов франчайзинговых. И сейчас нам опять кажется, что это очень интересная история, очень сейчас популярная. Мы разработали новую программу. Она без паушального взноса, без роялти, маркетинговых вычислений. Вот. И компания Finplay достаточно известная. У нас более 100 магазинов. Мы 60 лет на рынке, из них 50 в России. Уровень инвестиций не такой уж и большой, 30 тысяч рублей за квадратный метр. При среднем формате 180-250 метров квадратных получается, в общем-то, в принципе, достаточно разумные деньги. Доходность 21%, конечно, сейчас, когда можно положить в банки под 22, выглядит, наверное, не очень высоким, но выход на прибыль седьмого месяца, работа магазина, по-моему, это очень-очень-очень интересная инвестиция и окупаемость в течение второго года. Вот здесь есть открытые города для сотрудничества, есть даже города свыше 500 тысяч человек, и есть маленькие города. Ну, на этом я закончу свою маленькую рекламную паузу и перейду к тому, какие тренды будут дальше развивать, продвигать бизнес, да. Какие будут фокусы внимания в ближайшее время. И фокус номер один маркетинга, кроме того, что я SEO-компании, я уже 15 месяцев как директор маркетинга компании «Финфлэг», мне показалось, что это очень-очень интересно. И, насколько я знаю, самые крутые бренды были созданы именно маркетологами хорошими. То есть все известные бренды, их двигают маркетологи. Собственно. И вот я сейчас только, спустя столько лет, увлеклась этим. Действительно огромный пласт неизведанного для меня материала, очень интересный. Сейчас я погружаюсь. И вот хочу поделиться своими соображениями на тему того, что больше всего может продвинуть бренд сейчас. И я вижу, что тренд номер один, номер два и номер три — это персонализация. Очень-очень много всяких рекламных сообщений. Люди устали от этого шума рекламного. И только когда к тебе обращаются по имени, предлагают то, что тебе именно надо, то есть какой-то искусственный интеллект, какая-то программа должна была поработать над этим, понять, что тебе надо. И только при таком персональном обращении люди начинают как-то уже реагировать на это. Тренд номер два — это впечатление. Вот я лично посетила 119 стран. Мне каждый раз, приезжая в новую страну, ты набираешься какой-то креативности, ты расширяешь свой кругозор. И все люди сейчас хотят новых впечатлений, ярких впечатлений. И бренды должны им обязательно это давать. Тренд номер три — это забота. Забота о себе. Если вспомнить миссию «Земплайр», мы создаем, опираясь на традиции качества и высокие инновационные технологии, с 1965 года, мы создаем любимые вещи, которые заботятся о вас в повседневной жизни. Вот, на мой взгляд, ну, по крайней мере, у бренда «Финфлайр» забота, она стоит в углове угла. Очень много сейчас всяких компаний, у которых слоганы типа «Джаждует», «Напряги себя», «Переломи себя», «Сделай это». Но кто-то же должен о вас позаботиться, кто-то должен сделать так, чтобы, засунув руку на улицы, когда ты забыл перчатки, так дороже уже мягкий клиз, или чтобы у тебя была дышащая подкладка, чтобы у тебя были айлики для вывода кода, чтобы у мужчин было очень много карманов, ему не надо было таскать сумочку. Вот эта забота, которая должна превосходить ваши ожидания, это и есть основное отличие компании «Финфлайр» от очень-очень большого предложения на рынке. И благотворительность. Это четвертый тренд, которым я, наверное, сейчас остановлюсь более подробно. Мы более 25 лет, с 1998 года поддерживаем паралимпийскую сборную нашей страны. В свое время это не была паралимпийская сборная, в далеком 1998 году ко мне спустилась. У нас тогда офис был в подвале, на помещении. Спустилась вот эта замечательная женщина, Ирина Громова. Я считаю, что ее надо причислить к лику святых. И рассказала мне, что она по всей стране ездит, собирает ребят молодых инвалидов и собирает из них команду. И вот не могли бы мы ей чем-то помочь. Ее интересовала одежда. Мы, естественно, ей помогли, но просто в тот момент она нам рассказала про молодого паренька, который в Кемеровской области катался на поезде. И со скользуемого нога попали ноги под поезд. Он оказался без двух ног. Двенадцать лет парня. Вот. Сейчас этот парень. Это, если вы увидите, сидит в коляске улыбается Алексей Бочинок. Многократный олимпийский СИЧИОн. Депутат Годс-Думы. И просто успешный, состоявшийся человек, спортсмен. Отличный сендинин, отец. И эта женщина, она здесь в красном пуде, в Дипплеер, она дала жизнь очень-очень многим ребятам. И она дала им счастливую жизнь. И я очень счастлива тем, что я могу быть рядом с такими людьми. Когда мы ездим на награждение, я беру своих сыновей. Сейчас уже младшего беру, ему сейчас 11 лет. До этого брала более старших. Для того, чтобы они напитались этой энергией. От них такая энергия исходит. Это необыкновенные люди. И я призываю вас всех найти кого-то, кому вы будете помогать. Кому вы будете помогать не сегодня, а там и все. Кому вы будете помогать так же, как помогаем вы на протяжении больше чем 20 лет. И что бы я хотела сказать в конце. За каждым великим писателем, нобелевским лауреатом всегда стоит сзади его команда. Стоит жена. И успешный человек, он должен быть обязательно благодарен. Каждый вечер я заканчиваю тем, что я перебираю в голове, за что я благодарна сегодняшнему дню. Сейчас выяснилось, что это очень мощная медитативная практика. Я об этом никогда не знала. Я просто заряжаюсь. Благодарна. И призываю вас делать точно так же. Это очень хорошо помогает двигаться. У нас сейчас у всех впереди кризис. Он будет жесткий. И мы должны его пройти. Меня сейчас спросили журналисты на интервью, что я могу дать какой совет. Наверное, многие из вас читали книгу Виктора Франкина «Скажи жизнь и да». «Педмитировать кто-то читал». Вот, да. И там замечательная правда, что выжили в конслагере те, кто просто жил одним днем. Кто просто шел и делал то, что он должен сделать. И я также вас призываю, просто будет тяжело, будет сложно в следующем году, но осилить дорогу тот, кто будет идти и просто сделать то, что должен. И не бояться. Главное, не бояться. Следите за нами в наших соцсетях. Мы есть везде. Очень ждем вас в наших магазинах, в наших интернет-магазине. Ну и также, если вдруг кому-то интересно, мы рады стать партнерами. Огромное спасибо за внимание. Спасибо.